Добрый день, уважаемые садоводы и цветоводы. В целом, любители прекрасного. Сегодня я вас приветствую на канале Процветок. Зовут меня Ольга Дуброва. Сегодня я хочу вас познакомить с удивительным миром сухоцветов. Сухоцветы можно разделить на две такие группы. Условно, конечно, да простят меня ботаники. Потому что, собственно, к сухоцветам относятся те растения, которые имеют даже не лепестки, а вот такую сухую обертку уже в процессе роста. Это окроплинивум растение, это гелихризум или бессмертник. В процессе роста у него такая сухая оберточка. А трубчатые цветки расположены в серединке. И все они, все-все до единого трубчатые и, как правило, желтые, либо черненькие у некоторых других видов. И сухоцветы, те, которые в процессе засыхания могут сохранить свою окраску и форму, свой внешний вид. Поэтому грубо мы можем отнести к сухоцветам и злаки, например, которые вовремя собранные, не осыпаются, а сохраняют такой свой удивительный красивый колос. Это вот тоже злак перистый щетинник, сорт африканская проса. Поэтому, когда мы желаем вырасти сухоцветы, мы для себя принимаем такое правило, что мы выращиваем и для чего мы выращиваем. Сухоцветы не прихотливы в уходе, потому что все они относятся к тем местам произрастания, где климат не очень-то балует. И очень скудные почвы, и очень длительные засушливые периоды. Поэтому сегодня у вас предоставится большая возможность увидеть, не то чтобы в полном объеме, но в большом объеме, и именно сухоцветы, и те растения, которые мы можем отнести к сухоцветам. Поэтому то, что вы засушили, то, что сохранило форму, либо это будет простой способ засушки, как правило, мы собираем, допустим, гелихризум или бессмертник, мы собираем пучок, отбираем листья со стебля, и этот пучок, в котором их пусть будет штук 10-12, подвешиваем вниз головой, тогда они у нас остаются после высушки, просушки в таком прямом виде. Если листья не обобрать, то потом теряется окраска стебля, потому что в плотном пучке они загнивают. И в процессе сушки мы периодически подтягиваем наш узелочек, потому что по мере высыхания они могут вываливаться с нашей опоры, на которую мы повесили. Вот, например, мы цветок засушили, просто поставили в вазочку, чтобы он высох и поникла его головка. Флористы, если это какие-то конкурсные работы, конечно, не то чтобы не приветствуют, а вообще говорят, что это мавитон, когда цветок, головка опущена вниз. Но я считаю, что в собственной композиции, когда мы хотим задать какую-то линию, мы можем затем в композиции, это к вопросу, для чего выращиваем, чтобы потом снова сказать здравствуй лето зимою и сделать красивую композицию собственными руками, либо руками своих домашних привлечь. Мы можем задать какую-то линию, развернуть цветок себе. Либо в горшочке он будет поникать, что так же будет смотреться очень естественно. Ведь мы не на конкурсе, правда? Или вот такая вот засушенная, сдвоенная головка, тоже смотрится очень красиво, хотя она и не смотрит вертикально вверх. Она направлена на зрителя. То есть мы видим окраску цветка, мы видим его какие-то особенности. Еще очень один интересный сухоцвет, который называется ксерантема. Это настоящий сухоцвет, каких еще называют иммортели. Иммортели в переводе с французского означает бессмертный. И всю декоративность придают вот эти высохшие прицветники. Если касаться того, насколько растения легки при посадке, при посеве, то уход за ними совершенно несложен. Допустим, гелихризу необходимо выращивать через рассаду. Это может кого-то и огорчит, но мы же много чего выращиваем через рассаду. Рассаду мы высеваем где-нибудь в начале апреля, в середине апреля, еще не поздно. Поэтому это такое время, когда основные овощные культуры мы уже посеяли. И у нас немножко получается свободного времени, поэтому можно заняться и посевом сухоцветов. Акраклиниум или гелептерум, его еще теперь ботаники считают, что это гелептерум, надо правильно называть. Мы можем высевать, ура, прямо в грунт. Конечно, не густо высеваем, как обычно мы сеем в своей огородной культуре, когда почва прогреется уже на градусов 8-10. Правила посева обычные. Делаем рядочек, не густо высеваем. Затем в процессе роста можно немножко прорезить, а можно сразу изреженно посадить. Даже загущенные посевы выглядят очень декоративно. Сухоцветы не занимают много места. Несколько кустиков, они создадут красивое, яркое пятно, и при этом очень будет много на них цветоносов. Кермек или лимониум. Ничего общего с лимоном он не имеет, потому что лимониум в переводе из греческого означает луг. Кермек, как вы хотите его называть, можете даже назвать его статица, как принято в ваших местах. Имеет тоже самые разнообразные окраски. Ну и его тоже надо высевать через рассаду. Выращивать. Сеем так, как и гелефризу в начале апреля. До середины апреля дальше уже нежелательно, потому что у него длительный период от момента посева до выбрасывания цветоносов. И порой такая возникает ситуация, что вот мы посеяли где-нибудь под конец апреля. И до августа месяца мы смотрим на эту мощную розетку. Да, розетка красивая, мощная, таких слегка рассеченных листьев, насыщенного зеленого цвета. И понимаем, что нас, возможно, постигла неудача, потому что ничего из этой серединки, из этой розетки не появляется. А потом, наконец, оттуда выскакивают побеги, несущие на себе цветоносы, а затем и соцветия. Поэтому лучше посеять можно даже и в конце марта его. И затем рассаду, как обычно, мы выносим в открытый грунт. Для того, чтобы заготовить себе на зиму красивый букет, достаточно будет посадить 3-4 кустика. То есть не стремитесь к количеству, не занимайте много площади. Все сухоцветы любят солнечное место. И поэтому 3-4 кустика, посаженных на солнечном месте, хотя и не требуют они, не требуются к поливу, но при легких подкормках, при своевременном поливе, когда мы видим, что почва уже пересохла, давно не было дождей, которые естественным образом увлажняют, мы поливаем. И тогда растение, конечно же, будет отзываться и давать нам, в нашем случае, большой урожай цветов. 3-4 кустика позволят вам собрать красивую композицию на зимний период. Еще одна интересная растенница, которая мало распространена, амобиум. Амобиум крылатый. Видим, что там, за сухой оберткой, расположена такая черная серединочка. Это трубчатые цветки, и черный цвет нам говорит о том, что там уже созрели семена. То есть мы собрали тогда, когда семена были уже, наверное, в молочной стадии, потому что оно еще закрыто, а когда совершенно раскрыт цветочек и черненькая серединка, то мы говорим о том, что созрелись семена. А так серединка желтого цвета в процессе роста. Это тоже настоящий сухоцвет, настоящий иммортель. И это не лепестки, а сухая обертка белого цвета. И он бывает только одного цвета, белого цвета. Кустик у амобиума крылатого очень причудливый. Он такой раскидистый. И отыскать листья на нем будет достаточно трудно. Но за счет того, что он имеет немножко такое сизое опушение. И почему крылатый? Потому что вдоль стебля, когда живое растение, мы можем увидеть такие, как будто бы крылаточки. И листья, они плавно переходят в эти крылаточки, и мы их практически не замечаем. Цветки многочисленные. Все сухоцветы, какие мы вот здесь с вами рассмотрели, истинные сухоцветы, это и кермек, это и ксерантемум, и амобиум, и, собственно, самый распространенный гелихризум, или как его традиционно называют, бессмертник. Все они цветут практически начиная с середины лета и до поздней осени. И даже если новых цветков они уже не закладывают в силу низких температур, то, сохраняя свою окраску, они придают нашему цветнику, нашему участку такой нарядный, приятный вид, даже поздней осенью. Ну вот мы познакомились с удивительным миром сухоцветов. Не то, что вы познакомились, мы прикоснулись. Поэтому не бойтесь этого названия, сухоцвет. Это все живая природа, которая нас окружает. Удачи вам в ваших начинаниях, процветания вам и вашему дому. До новых встреч!